Это беззаконие любое, а никто на него власть никакой не веет. Только Господь может это. А Господь все население всего. Но если Богу угодно этот лагерь, он не угодно. Это не лагерь, лагеря нету, это музей сейчас. Через него мы хотим показать, как можно работать без помощи государства, поднимать детей. У вас же вот лагерь. Ну это не, это такое. Мне надо показать на весь мир. Вы даже не знаете, без призорников в стране 3 миллиона. 3 миллиона людей, которые покинутые, которые в подвалах сидят. А здесь в каждом из его городе образовали, как у нас лагеря, подняли бы сколько. Это новая жизнь была. Вот мне что нужно дать. Размножить это. Чтобы люди начали трудиться, не бесплодными были, не просто я верующий все. А верующие есть. Надо деньги. А какие деньги тебе? Кто это? Где денег, не откуда. Я сам должен был. Волка многие кормят. Я везде обращался. Смотрю, у нас насосы стоят, шланги, вода, баня, колодец. Кольца привезли. Я к губернатору обратился. Тут был Евдокимов Михаил Сергеевич. Мы считали, что он такой-то. Актер. Вроде бы никакой. Погиб. Машины стукнули. Он полетел и разбился на машине. А я к губернатору обратился. Уже полдня прошло и машине привезли, что я просил. Для меня он такое. Мы в Чечне вот поехали. Только не ездите. Там всем голову отрезают русские. А мы поехали. Нас как родные братья встречают. Понимаешь как? Я не опровергаю никого. У тебя один путь, у меня другой. Их мы становимся около дороги и молимся. А мусульмане, когда молятся, никогда никого не тронут. А они боятся Бога своего. Вот так. Не просто так. А в Азербайджане были мы в Баку. В доме их священника. На священнике Мула называется. В доме ночевали. Там беседа была, мы все записали. А она мусульманка. Она вот так вот. Мой отец приехал. Мой учитель приехал. Да повела меня в храм. В храм. Вот как. Жена их руководителя. Такие умницы. Я с ними жила 26 лет. Ну вот, я знаю. И победила. Еду с работы. На закат солнца. Они обязательно перворачиваются и молятся. Он полный автобус людей. И в эти дни первые, моя вторая была. И он раз, все вернулись и давай по своему молиться. Пока мы не закончили молиться, он не отвернулся. Они такие, я знаю их они. Мы дорогой ездили не один километр. 120 тысяч километров проехали. И нам они везде встречались. И ни разу плохо против нас не сказали даже. Вот. Мы молимся, наконец подойдут. Это вы русские, молитесь. Мы первый раз это видим. Потому что русский еще мат перевернулся. Пьяный перевернулся. А мы стоим, руки поднимаем, уволимся и благодарим Бога. Они очень это ценят. А у вас уже уехали, да? Все уехали. Вот остались. Это в понедельник уезжают. А эти двое оставят. А во вторник. Все, никого уже нет. Так вы уже в авторник поедете, Марина. Вот Марина. Это ее дочка Полина. А Полина идет двое, они все в авторник уже уезжают. А эти вот четверо. Понедельник. Понедельник. А это понедельник, да? Понедельник. Ну, мы все рядом. Послезавтра. Два дня остались. А нет, ну да. Тут вот у Виталия, Сергея еще. А, Виталий, как стоишь и зима? Зимовать? Зимовать, да? Да, ну, как зимовать? Или как прямую, да? Да, и как зимовать? Не работать надо, у меня долгов выше крыши. Работу найдешь, пусть останется, да? Ну, я знаю. Ох, помоги нам Господь, милая всех Господь, да. Мы молимся и верим. Господь в семье всех. И Он сделает, как надо. В Библии написано. Моисею Богу, ты иди к Параону, чтобы народ вывести. Ты идешь к нему, а я ожесточу его против тебя. И вот сейчас, вот и все. Не смягчу, чтобы тебя отпустило, а ожесточу. А ты иди. И тогда я его сокрушу, утоплю. У Бога свои планы. Вот он воевал, воевал против. Да я, да, покажу, да вы, знаете, Параону, мне все подчиняются. Все на дне моря. Все кончилось. У Бога все вымерено. Как-то так все считаем. Аман воевал против Мардахея, всего еврейского народа. Бог раскрыл эту тайну, а его повесили. В один день все переменилось. Вчера был с вами, батюшка сегодня расстреляет всех. Вместе с книжками. Эта жизнь и Божьи планы нам неизвестны. Вот так подумаешь, допустим, в 17-м году была революция, в 17-м. А Алешке было уже 14 лет, цесаревич. А он до 16-ти нажил бы и умер, он бы гемофилия была. Сегодня все бы умерли. Они бы умерли, и знать никто не знал. А теперь святые молимся им. Они мученики. Видишь как? Мы молимся Пантелеимону, моли Бога о нас. А ему легко ли было, мальчишки? Как его терзали. Он же совсем молоденький был. Он на иконах расстает безбородые, но лет может 15 было. А Варвара и Катерина вообще выскажут. А вот так же бы умеростью жили, не тронули. Это для славы Божьей. Люди молятся, чтобы только не было гонения. А Господь говорит, потерпите, пока и ваши сотрудники будут убиты, и дополнить число. То есть мера еще кровь не до конца добрала. Вышли, а через край пойдет, Господь скажет, хватит. Это мы считаем, шестая глава откровения апокалипсиса. Бог отмечает не так. Не сказал, что я сейчас спасу и никого не тронет от них. То есть нет. Доколе, дополниться мера. А мера это только у Бога известно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы миром помереть. Он возьми, Чичагов, Серапим. Ему 78 лет, митрополит. Уже дома был, больной. Пришли коммунисты, положили на носилки. Ну, 77 лет. Кому он мешал? Митрополит, Санкт-Петербургский-то. Принесли на носилках и расстреляли. Он бы все равно умирал через неделю. А теперь он мученик, канонизирован. У Бога все по-другому. Тимофей, я ему сейчас говорю, тебе не отказывают приехать на следующий год. Ташу, просись. Не докучай, мне легко с ними было. Послушаем ребятишки. Малину берем там, где бываем. Тут и играют, бегают, купаются каждый день. Каждый день молимся. А дома-то неизвестно еще как. А вот тот мальчик, который все, Володя его, этот тормошил. На моление не надо наставление делать. Да, это сказано. Ты сам себе, это, и его перерываешь, у тебя перерываешь моление, и ему. После моления ты можешь ему сказать, его поучить. Но когда молится, не трогай. Вот так. Это в чтении сказано. А вот только его дергать, дергать его. Он уже от тебя ушел дальше. Ушел. И он уже стал уже... А я не видел этого. Я дежурный был по деревне. Я приду, проеду, вернусь, помолюсь. И он уже стал стоять нормально. А то он не мог. Это сам знаешь прекрасно. И дьявол-то, и он и в церкви. Он ему ноги, и ноги, и ноги. Вот он так вот. А что постепенно молиться надо. Ты видишь, дочь, человек вот этот. А ты молись. Ну, надеживай моление. У нас была девочка одна, года два назад. И она открыла, что в церкви делается. Ей было открыто. Впереди стоит Сарапима Гавриловна. Она наклоняется и подол. И она ей на подол наступает. Я говорю, зачем ты это делала ей? Когда ты поклонялась, она на подол наступает. А он мне сказал, делай. А кто он? Она взяла бумагу, нарисовала лукавого. С рогами, с копытами. Вы не понимаете, что же ему это? Подол, или это? Да. Она сзади, девочка, стояла. Вот такого роста примерно. Ну и тебя остановили. А когда это дело было? Два года назад примерно. Два или три года назад-то. А когда вернулись, я говорю, ты зачем это делала-то? Она говорит, а он, говорит, явился мне. А мы взяли, и тут же сидит ее бабушка. Я говорю, ну нарисуй, кто он такой-то? А она нарисовала, а лицо какое? А лица, говорит, у него нету. А дева меня не любит. Я знаю. Он искушается и сильно. Как получишь, он на тебя налетит. Да. Ну а милый Боже. Она прямо нарисовала и показала. Вот такое дело. Да. Станешь, сядешь, это, помолишь и все. Ломхать и зажгу. И это, сяду нахуй. У меня вены это, это, расширенные. Не могу это. Помолюсь, а потом уже садюсь на койку. Ноги немножко повыше. Чертую руки и молюсь. Знаешь, какие они? Расшилаш от лету. А я как смотрю, что был страх передать, а сейчас нету страху. Сейчас нету страху. Ну, надо же, ты какую историю рассказал, а? Я вам рассказывал позавчера ночью, как мне это во сне. Сплю и чувствую, под одеялом змея заползла. Какая змея? Я проснулся и думаю, змея у нас тут нету. Неужели сад пола могла подползти-то? И уже проснулся, смотрю, вокруг луна светит. И чувствую, что она шевелится. Я потихоньку фонарик взял, который здесь, телефон это, и вот так открыл, одеял это. Гляжу, она между ног, лежит сверхула, черная змея, довольно длинная. У нас таких не бывает. Я ничего не делал. Потом ближе достал, смотрю, а это крупный шнурок от ботинок. Откуда он попался, лежит. Вот как. И я бы не проснулся, чтобы она не шевелилась. А я там на молитву, а я устал, лег. И ангел по-разному, и надо вот так стучит ангел. А надо прям дыхание рядом, вставай. Я кому рассказываю, люди не говорят. Но я говорю, не скрывай, это Господь. Я скажу, прости меня, Господи. Упал как мертвый. А Володя наказал в 4,40, чтобы звонил всегда. У меня большая работа. Он всегда до этого не хитро звонил. А сейчас Володя. А фонарь этот, телефон-то угнет, но слабенький. Я, наверное, атакал, что у меня такой ящичек, я не знаю, от чего он, выдвижной линия, и сверху дно из этой, из фонары. Ну, я его, это, ложусь спать, ящик тот маленький, такой размерный ящик. Я его на стол ставлю, а вот так у него бортик, и на бортик вот так ставлю телефон. Когда Володя звонит, он раза в 4-5 громче. Так громко звенит, как будто бы, это, трамвай. Он трясет эту фонарь, вот я фонарь там прибежит, и я просыпаюсь. Я боюсь проспать. Маленько проходит время, и сборного власти нас звонят. Я всем наказал, чтобы меня разбудили. Ангел, когда просишь, он всегда тебе и будет. А мне эти, как кисточка с вишней, вот так вот над глазами, динь-динь-динь-динь-динь, он откроет глаза, и это видишь, и все, вот так. Мы с ней говорим, мы друг друга понимаем. Я говорю, мы с вами говорим, понимаем друг друга. Да, я говорю, что это все истинное. А другой думает, что вот заливай, старик. Нет, нет, нет. Это Божий промо все это. Просите, даст ли вам, ищите, найдете, и все хорошо. Слава Богу. Интересно, у меня знакомая одна была, Долгова Анна, молительница. И вот она всегда, слушаю, кто-то в окном посвящен, а потом на духом у меня, Аня, вставай, или Анна, вставай. Я говорю, слышу дыхание, я говорю, встану помолиться. И вот однажды приходит муж с работы позже, а вот тебе холодно так. Ну, я вот встретила там, и пошла в комнату свою, легла. Легла, и когда услышала, он говорит, Анна, вставай. Я, говорит, до того замерзла, подумала, потом встану и проспала. И больше никогда он не подошел. Все. А мне еще когда в Казахстане, как одна женщина сказала, 12 часов надо встать. Все жених грядет в полуносе. Да. Вот. И вот одна болячая, Евдокия, и мы с ней, она у меня, дети ее выгнули, она у меня была, по квартирам ходила. И она, я с ее это все взяла. Как в 12 часов мы стоим с ней, это и на распил, поем сей жених грядет в полуносе. И когда она уже умерла, а у меня уже это все осталось, и я в 12 часов всегда так встану, на коленочке еще. Один раз заболела, не могу не касаться температуры ничего. Да что это, Игнат Тихонович, в окно, в 12 часов, в окно, стучат, я гляну на них в белом, как ангелы, что ли, вот-вот. Ну что ты, говорит? Ну что, я кое-как встала, все, как вроде больная, а потом отрезвилась, как от пьянки. Все, ты остала, ты ворола, вот это вот сама себя. Вот это тоже я урок не забуду. Вот «Жития святых» Демитрия Ростовская, 12 книг. Ну люди-то не имеют, книг нету. Как дать-то «Жития святых» за год? Это 1173 биографии. Я постепенно доставал и на магнитофон начитывал. У меня прибор сделан, такой микрофон передо мной. А комната маленькая, одно окно большое. А тут стены, выход, одно окно такое у меня. Надежда Васильевна что-то крутится тут на кухне. Все в одной комнате. Я засчитываю, как демоны там Киево-Печерской лагрии, там напали на Варламу, там, где-то. Он что-то делает, а они ему возьмут, да, все перепортят. Бревна там наверху строят, они возьмут и вниз сбросят ему туда. А он молился. Я когда читаю об этом там, Исааки Печерский, как они над ним насмеялись, он пришел, как благоухание, свет, он подумал, ангел. И поклонился, а там куриные ножки. И они его сразу, ха-ха-ха, Исааки наш, и давай его бросать, как футбол, по рукам. То братья утром пришли, благослови очень, никого нету. Открыли, он полумертвый лежит. Он в течение года не знал, как есть ложку держать. Я когда я засчитывал в это время, вдруг вот так вот в раму, как кто-то постучит, я остановился, Надежда Васильевна говорит, ну не выходи только. Зима. Я просто помолился, я говорю, нет, я выйду, может кто-то приехал. Вышел, а у нас тут сугроб, снег прошел, нигде следа даже нету близко. Как дьяволу не надо. А его искушение, как он победил. Вот так. Но я ни один не спал, ничего. Аж рама затряслась, как ему не нравится это. Сатана не любит это. Где ему поражение. Памба никогда не улыбался, такой серьезный ученик Антония Великого. И вот однажды он сидит, так задумался, а демоны решили его испустить. Взяли одну пушинку, вот эти вот перышки, а ту одну пушинку, веревкой засыпили, и тащили, ой-ой-ой, не могу, помоги. А он улыбнулся. А я, папа засмеялся. Да нет, я не засмеялся, я над вашей, говорит, слабостью. Одну пушинку утащить не можете. А не провалились, говорит, сразу. А тогда дьявол подошел к нему, а ты знаешь, старик, как тебе тяжело. Говорю, знаю. Так вот, тебе еще целый 20 лет жить, а ему лет 80. 20 лет, ну, говорит, а я на 100 лет настроился. А я, говорит, исчезли сразу. Надо знать, что ответить. Они прямо отвечали, они видели, какой он есть. А в Макаре, видит, идет дьявол там, марширует, куда идешь? В храм. А зачем? У нас же литургия. Он говорит, нет ни одной литургии, где меня не было. Дьявол. Вот тебе и все. Батюшкина кадила ходит вокруг, это одно. Икона освещает. А дьявол ответил так. И ты всегда бываешь, говорит, всегда. А настоятели, когда нету? Ну, батюшки нету. А на месте его кабан, детей, стоит. Никто не видит, только один человек видит. Люди причащаются в храме с причастием. За пивочку ему дают. А стоит Макаре Александрийский. Не великий, а Александрийский-то. И видит, как черные пиопы снуют по храму. Человек руки сложил, рот разевает. Они уголь в рот ему толкают. А причастие, говорит, ангельской рукой относятся в алтарь. Это жития за 19 января. По старому стилю. А то в церкви никогда священники не рассказывают. Подряд ссорятся, все причащаются. Не постятся, ничего. Забежала, сумка на руке в базар. Церковь, да я попутно. Уже вовсе наш пропели так. Рот развернуло. А то священник рассказывает. Ни колонны, ничего, ничего не считает, ничего не знает. Сумку с руки не сняла. А почему она тут сворует? А у меня сколько еще нет в храме было? Я молюсь, у меня только что обыск был, книги изъяли, у меня книж нету. Я стою в храме, молюсь, кто-то меня дергает. Я стою, вот так показываю. Не трожь. Молимся, не надо поворачиваться. Мне в руку сойдет. Ну, руку сойдет, я взял. Когда кончилось моление-то, я гляжу, книги, какие у меня украли, какие же книги мне принес человек. По сирене не знает никто. Связанное в связку, во время моления подошел, руки сунул. Кто? По сей день не знает. Батюшка пришел, смотрит, полки пустые были. А тут приходят полки опять полные. Да, ты не считаешь, что будут домашние воры и домашние враги. Да. А ну, в доме все у нас и воры, и все. У меня тоже сито украли и до сих пор не найдут. Да. До сих пор не найдут. В сундуке выбрал муку, все, а новую готовил. И там у меня сито было все. А потом у меня коробочка с иголками, и там пряжу у меня. А мне уже нужны иголки. И надо пряжу, надо вязать носочки. Что ты будешь? Как я плакала, я просила, господи, да дай где, где она лежит. И уже месяца два и три прошло, потом все-таки в тумбочке. Вот как, как что мне руку туда потянуло. Коробочку нашла. Слава Богу. А сито до сих пор не нашу, нету. Вот домашние враги, домашние воры. Мы ехали дорогой вчера с Игорем Барабашом-то. Ну а ему постоянно звонят, он звонит. Выходите, я подъезжаю. Он с молоком, с воровом едет-то. И тут раз, только что по телефону говорил, телефона нету. Он туда-сюда машину остановил, телефона нету. Да как же так? Нет телефона нигде. Вот тогда мне говорят, набери меня и мне позвони. Я тогда набрал звонок, чтобы он не на улице выронит его. И Игорь слушает туда-сюда, ну зверь, звонит и не поймет вверх. Руку сылет, куда ложил, там еще нету. Все перебрал. Звонит. А он звонит, и непрерывно звонок-то идет. Так, потом туда посмотрел, а там какая-то щель, куда он ложил все. А там внизу открывается привернутая, как заслонка. А он за дворку не взял, он ножом давай открывать. Ножом открутил, и там телефон нашел. Как он провалился, он говорит, понятия не имею. А если бы один был, он бы не нашел его. А он говорит, дай сигнал, где он? Он говорит, я здесь, я здесь, я здесь, его там трясет. Ну что, будем мы и самому попой радуемся. Да. Мы-то не видим. А я за того, что не брежно машет человек, до плеча руку не доносит. Ну как попало. Демоны радуются этому. Рукоплещут. А мы не слышим, не видим. Да какая разница? Тебе нет разницы. Одного видения было. Он горится, а руку вот сюда, вот сюда, куда-то сунет. А он сидит, говорит, ноги свеслены, как хочет. Он говорит, ты руку-то донеси, сделай крест животворящий, ты как положено-то. Он сделан кубок, больше никогда не пришел. Его обожгло. Ты чаще поклонный делай, смиряй себя плоти, лишнее сбрось с тебя, растереби. Во, а глазец? Сколько тебе веса, не знаешь? Весу сколько весишь ты, килограмм? Не знаю. Грамм. Да, тут одни тряпки только, это что ты? И слава богу. Квесут. И слава богу. Да. Я была 80 килограмм, когда я работала. Это что, это я не могла, еще это. А потом, как это мужик похоронила, да как богу привела, прибился, вот где встряхнуло с меня все, вот так. Поплыл из меня жир. А тело оторвит, а богу снайди. Вот так тело само оторвать, сразу светлый пятницу стала понимать. Ну да. Вот оно где бракует вес. Тело, говорит, пышное, а душа твоя, говорит, не пудришная. Меня так обличали. Сердце, внутренность обличала. Алтайский край занимает первое место по ожиревшим людям, много толстых. В Москве меньше, в других местах меньше. Алтайский край наш, там на первое место больше всего жирных людей. Вчера он пошел в Павловский магазин, а машину-то оставил. Я в окно смотрю, и тут женщины, ох и толстые. Ох и толстые. Сфотографировали, говорю, на их, сзаду не подойдешь. Вот так вот отсюда, коленки еще тут такая складка и висит. И локоть вот так вот, так из-под локтя складка и висит. Сало. Батюшка рассказывал, как-то, или просили-то. А я говорю, а я Богу буду просить, чтобы деревям не дать. Да. Чтобы косточка тоже так понесла бы. Косточки. Щерби-то шмыгнутся на нас. А? Я говорю, щерби-то шмыгнутся, что будет им трап из-за ресторана, а еще и идут. Как у него расскажут, а он говорит, что кости и шкура, шкурочки и косточки. Шкурочки и косточки. Вот так. Да, уж она в рай попадет. Она уже в рай попадет, да. А мне говорят, а у вас в природе все такие сухие на нас. А то мне говорят, у меня, говорит, кость широкая. Я говорю, рот широкий, а не кость. Ага, вот так вот только и так и говорят, что широкая. Кость широкая, ты человек широкоплечь, сильный, а ты еще с такой брюшиной-то идешь. Она не нужна никому. А я на Златовусе говорю, как будто готовится город Касати. Запасает. Куда ты? Ты же, или тебя, говорит, жертву хотят принести, чтобы жертвы. А как бы не обличало сон, потому что в этот сон не верил. Иду я, зашла в храм, а по бокам коровы стоят. Рогатые. А на них крепленые эти, накинутые. Перерейки. Да, красивые все. Я иду я так. Одна раз с правой стороны, переходит на другую. А я иду, я как раз полная была. И я как раз, она ушла, а я на ее место встала. Встала и до этого открыл глаза. Вот как мне это, сразу я поняла, что это тело мое. Я уподобилась к корове. Мне вот Володя тут у стенов живет. Его отец Александр Иванович, это герой веры. Его к расстрелу приговаривали. И он в храме стоит, а женщина, это как раз 19 января, там агиасма, самая святая вода. И женщина стоит и орет, и орет. А я, говорит, встал в молитве у них такой. А я стою и говорю, больно тебе, бес, выйди из нее. Выйди из нее, думаю. Ну вот когда, говорит, кончилась, тогда она повернулась ко мне, говорит, Александр Иванович, ты обо мне сейчас молился, а он тебя нисколько не боится. Ей дают пить там стакан святого вода. Не надо, не надо, как только в отрасли. Давай, только начало подосить. Не надо, не надо. А вот Игнатий Иванович, а вот зачем, вот он все мотает, да? Не мотаешь? Мотает. А зачем? А это польза большая. Ну, он не в душе. Опыт, опыт, мы житья святых говорим, ты что? Это же ни один, ни два человека будут слушать. Ну кому нужно, что я расскажу? Да я с ним. Дома мы потом будем смотреть. Дома будем смотреть еще. На память. Многие люди, которые ничего не знают, они слышат и говорят, какая баба Серафима умная, какие поучения этому парку-то даешь? Ты тогда беседовали-то. Отовсюду люди свидетельствуют. Ну, сейчас какая у нас беседа, Маркан. Ой, ничего себе. Я как корова была. А потом, когда он выходит, я не думаю, я сушала. Это еще там нужно, кому? Ага. А тот говорит, ой, я боялся, я буду делать, как баба Серафима, лишний себя жир сниму. Тебя подражают. Ты что, закапываешь таланта? А закапавший таланта куда? По рукам и ногам связать и выбросить. Углажается талант. Талант. Ну ты говоришь, кто это знает? И вот Фома Маюнский был такой, учитель один. А тогда у него учеников было мало. Один ученик. И он говорит, сегодня у нас урок такой будет. О правильной жизни. Пойдем на базар, я тебе там буду рассказывать. Ну на базар-то идут, смотрят там возле дороги, в репьях, сидят двое, выпивают. И оба слепые. И он говорит, а как ты слепой сделался? Да родители, говорит, в армию не хотели, чтобы я ушел. И посоветовали, говорит, закапать глаза с чем-то. Глаза-то закапали, мне выжили глаза. Родители выжили глаза. А ты? А я, говорит, вот так. А они-то стоят, слушают, тихо. Он говорит, я был непослушен родителям, говорит, и научился воровать. И однажды грижу хоронят княжескую дочь. А на ней, говорит, одежда богатая, того. Я думаю, мертвому зачем? Я посмотрел, где похоронили. А хоронят в пещере и камнем заваривают. Не могили. Я, говорит, пришел, взял лобик. А камень отвалил. Луна была. Грижу, она лежит. Ну как, хоронили Христа в пещере-то. Я, говорит, с нее, снял, что-то на голове было, обувь. Потом стал снимать сорочку-то. И вдруг вот она у меня за руку спадила. Потом стала подниматься, говорит. Я, говорит, замер, не могу шевельнуться. Она, говорит, руку протянула, а сама не видит, видно, что она не видит меня. По стенке шарит. Дошла до глаз, говорит, дованула глаза. Глаза, говорит, выдавила и глазами ударила в стенку. Я, говорит, кое-как выполз оттуда, говорю, и с тех пор вот такой я есть. А этот ученик-то говорит, ну а на базар пойдем? Он говорит, какой базар? Мы такой урок получили. Урок. Все, урок закончился. Иди, думай теперь, чтобы глаза твои остались целые. Это урок. Даже случайно люди на нашей беседе, они сказали, какие повести богатые. Это православие. Какое оно богатое. На все ответ. У стихантов надо придумывать что-то. Ну не знаешь, вот Писание не объяснит. А у православных сокровища, Златоуст, Василий Ильин. А может быть и не надо рассказывать, что теперь делаете? Нет, апостол Павел говорит так, что тайну, это Тавид говорит, царев надо хранить, а божественной возвещать. Это повеление. А ты, если никому не рассказал, похоронил все. Павел говорит, знаешь человека, который был восхищен до третьего неба. Ну не знаю, в теле или не в теле. Зачем он говорит? И трижды молился, и Господь не ответил. Он все это раскрывает. Ну я понимаю, что божественное, это как семя себе. Да. А вот это вот СМИ, вот это для полных богатых. Кому это нужно? А вот это и дело. Как победила грех? Как ты с тебя сбросила это сало-то? А, вот это что я знаю? А, она рядом сидит, вот она сзади. Посмотри на нее, на эту. Я ее тоже говорю. Ну вот и все. Чертик, а уже вот-вот повис тут ниже подбородка. Я придержу. А, она, гляди как, гляди на нее, глянь, что делает. Я придержу. Кому полезно? Тому, кто рядом, кто другой. А столько ожиревших. Ну что я хочу? Не дай. Тело просит, а ты не давай ей. А? А как ты хочешь похудеть-то? Она и не хочет даже этого. Не, она, да. А как, 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 говорит, что любишь, отложи. Не бери. Вот тогда пойдешь. Хлебушку тоже поменьше кушай. Все, затуманилось в глазах сразу. Тело говорит, говорит, не могу. Попоросящий завяжет. А ты скажешь, врешь, отманчився, можешь, малая ешь, малая, ты и здрава будешь. Да, да, да. Да. Вот так. Поклончики делай. Больше поклончики, вот тогда будет. И животик будет маленький. И вот. Вот отсюда главное убери. Подушки уменьши. Подушки будет меньше, да. Как селеднего. Слушай, завертелось. Скажи, зачем уже в вечернее время, в 92 года, вот сколочкой нас сюда привела класть. Зачем? Она у меня была. Ага. Она сказала, ты можешь, вот видишь, на меня обижаешься. Служба кончилась, я ушла. Ты там это делаешь, да? Да. Я прихожу, она пришла. Я как раз на моление. Я спасительку, Акафис. Я не сижу ничего. Я слышу, я не слышу. А я лучше, чем это прислушаться, я пришла домой и встала на молитву. А я Васе говорю, а ты скажи, я нам о вене. Да. И я, ну, я... Ну, вот так, смотрите. Она была у меня. Я не... За это я пришла. Что она была у меня? Вот я и пришла. Вот она поедет, и с собой это повезет все. Послезавтра, во вторник. Это ей на память. Это... Она с Украины не просто так пришла. Ты ей это... Книги дай. Васе... Забирает, да? Да. Забирает. Которые мы брали, три книги. Покупаем тебя. Вот. А я ей говорю, я тебе... Вася приедет, если Вася не возьмет, я тебе их отдам. Да, да. А теперь, это... Александр как увидел, нет, 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 я возьму, возьму. Да, не Вася. Она была на костре Александра, и я там говорил, прокурь, на костре. Вася говорит, ей очень понравилось. Не нравится. Вот, Вася сказал. Как ты знать? Я не знал. Вася сказал. А, ну, вода... У них этого нету там. А? У них этого нету. А? Вода камень долбит. Камень. А вода там мягкая. Так что, все впереди. Вот сейчас сообщили... Надо ей книжечки дать. Послушай, батюшка сейчас позвонил с Барнабула. У нас была тут девушка одна, Наташа. Она в лагерь работала. И она вышла замуж за него. Он болгарин. В Америку улетела. Ну, он когда был здесь, я вижу, это сказать надо было. Как я говорю, это вот... Он старше ее там, лет на 20, наверное. И он говорит, у меня родители жили, бабка до 100 лет. У меня, говорит, впереди большая жизнь. А сейчас батюшка позвонил, из Америки позвонили. Он заболел чуть ли не раком. Его Валерий звать. Просил помолиться. Она просила. Так что знает. Он просит помолиться. Он батюшка? Не батюшка. В Америке, из-за которого она замуж, Наташа, вышла. А как ты молиться, ты его не знаешь. А какие он дела делает, а? Да вот кто-то я. А вот я вот это и буду дарить. А сказать, Господи, как тебе угодно. А вот только я. Вот так и скажу. А я такая молиться, что ты говорю. Господи, говорю, просит молиться. Но моление, говорю, это угодно тебе? Вот это разумное моление. Не просто записку подай, и никто не нуждается. Вот это тебе, я помолюсь из-за него. То есть, а не угодно, говорю, закрою что-то молить. Господи, Господи, если угодно тебе, Валерий, дай здравие, обратил его. Не знаю, я не знаю, как она не молиться, как она все делала. Не надо. Скажи, Марина, спрошу, зачем она пришлась из-сюда? Она ко мне пришла. Не скрип. Ну скажи, Марина, зачем она, вот же в позднее время, к вечеру солнышка, зачем она пришла? С косырьком кое-как. С какой степени? Не так, я научусь, чтобы это, пронять и ноги тоже. А вот такое наставление принесла. Искусственно это не сделаешь. Это опыт, огромный опыт жизни. Вы опыт жизни передаете. И она молодая слышит, зачем. А вот затем, мы поговорили и рассеялись, а эта остается записанная. Да. Она у меня вот тут лежит. Вот тут, да у меня, нет, тут она, тут. Ты кто знает, это? Вот. Поэтому я вот здесь. Ты не знаешь, ты знаешь, что такое тысяча человек, это много? Тысячу? Да, тысячу. Ну и че? Да, после тысячу, еще одна, так вот таких компаний, тысяча, тысяч, это миллион. Да. А у нас, посмотрим, да у меня, которое записано, 21 миллион посмотрели. Миллион. И люди говорят, вот где с вами беседовали, все положительные. Какая, говорит, мудрость, старость и какой чистый разум. Бабе Серафиме там поклон передайте. Мы, говорит, так многому научились, то, что ему говорила ты. Так что, а Виталий, вот тот, а алименты платит, который. Я для него переживаю. Вот для него надо, чтобы уж это, чтобы это, ребенка забрать, я ему сегодня выговорил. У него нет понятия, что время это дорого. Ему что-то надо, сказали, он бросил колоть, в развалочку идет, топорик тащит. А сказал Володя принести. Я говорю, зачем? Зачем ты этот путь туда-сюда проделал? Это в обед можно было сделать. Иди отсюда. Иди работай. Ну, посылать куда-то вот это ему надо. Что-то не нашел, поспокойно подался через всю деревню. Он может дойти хоть до Омска. Вообще, ты каждую минуту дорожи жизни своей. Послушание не счетчик. На какое послушание-то? Он просто сказал ему, а он сразу употелся. Нет. Он был в развалку легче, чем махать топором. Я попросил принести колу, нам нужно было колоть. Ну, все, скажи, я работаю, послушание тоже мне. Я его прогнал. Иди работай, говорю. Не шатайся здесь. Есть ли правильное послушание? Возвышенное мое послушание. Какое-то послушание с топором идти по деревню, когда топор рядом лежит. Его послушание-то не надо. Если бы он слушался, по-божественно, у него по-другому все было. А он в каждом деле противоречит, умничает. Что и не скажешь? А потом видно, что глупость одна идет. А ты зачем так делаешь? Ты постоянно Иисусе молитву. Идешь и все. Кто же мне вел? Я как бы хожу в церковь. И дома там все делаю. У меня устать моление. Устать моление. Оно как-то вроде вошло уже. И я в храм иду. Я и не замечаю вроде бы. Иду я. Мне кто увидит, что я из палочки все. Под ручкой идут. Я не перерываю. Как я вышла из зоны. Господи, Иисусе не Божий, фавил меня. Иисусе не Божий, фавил меня. До самого храма, до самой дверей я иду. Потом слышу, кому-то он передает. А Бабе Серафима говорит, у Анатолика и молит. И молит. Оно уже самоварабахивается. Когда вот тут. А то может у тебя язык закрыться. А ты линевик, наверное. И ты вот бегаешь туда-седая. А ты вот сами Иисусу молитву. Проведи молитву. И Матерь Божия, Ангел-Хранителю. И вот она вот сам почувствуешь. Какое облегчение. Да. Сам почувствую. Вот позавчал. Люди говорят, знамения с неба Бог не являет или нет. А я расскажу, какие знамения. Позавчера мне сказали. Нужно немедленно начинать идти хлопотать там по этому делу-то. Я это услышал. Думаю, завтра я с Игорем поеду. И сказал. И на велосипед. Только выехал оттуда. Она идет возле дороги. Никогда на дороге-то не встречается. Я тормозил. Она у меня за руку. Я это прочитал за знамения. Я говорю, я уезжаю в город. Ты помолись тут. Да хорошо и все. Вот мне знамения. Ее не было. И вдруг она на дороге как будто ждешь меня. Я ей сразу передал. Я еду завтра, папа Серафима. Ты помолись. Да я помню. Там Максиме молиться. Да. Я только выехал. Она посреди дороги идет. Я прям на нее наехал. Это провод Божий. Провод. Знамение. Это Божий провод. Это знамение. Я уже рассказал об этом. Почему? Мне нужна помощь. И помощь не просто так брякала. Что помнила на молитве. А она говорит как раз о молитве. Одно от этой молитвы и есть. Это связь с Богом. Это ты уже не на земле, а как на небе. Я с Богом. Главное это вот что. О, Боже мой, милушки. Помилуйте нас, Господи. Да, помилуй. Молитва это разговор с Богом. И молитва была уже в раю. Это пища молитвы. Это для души. Это не я молилась, говорю. Это душа уже молится. Вот когда душа не спит. А что вы его живот все? Да я его посадить хотел. Посадить. Что, живот варить, да? Нет. Просто так. Тебе поиграть охота? Нет. Сажитесь. На улицу не охота сходить? Сажитесь. Охота. Идите, пробежитесь. Малинку там маленько поешь. Вот баба думает, смотрит на маленьких, прыгает целый день. Как они не устают? А ребятишки смотрят на бабу, все время сидят. Как она не устанет сидеть на одном месте? Я помню, у меня года 3-4, 5-5 было. Баба брала на беседы. Я помню, у бабы присадился к небке, и тут я уснул. Потому что непонятно, о чем они говорят. У нас дед был очень верующий, и бабушка. Он собирал бабушек, и книга Златоуст была. А то она книга Златоуст, но там разные были, не только Златоуст. Иди за ними. Сон смотрел. Заценили, если ты труд любишь. Труда не будет. Иди сюда. Если ты у тебя, значит, не будет. Труд и моление. Молище. Я бы сегодня выговаривал. Где все кланяются, а ты в столбом стоишь. Ты полюби поклоны. Полюби. Да лестовочка у тебя нет лестовки-то? У него нет этого. Нет лестовочки. Дом? Замутно. Я ее спрашиваю. Хотел взять. Стоят святые божие, святые крепкие поклоны. А он стоит, ты все делаешь, весь храм, три поклона. А он стоит. Не надо поклоны. Поклоны полюби. Дьявол очень не любит поклоны. Очень. А он не любит поклоны. Запомни. Не перекатывайся с ноги на ногу. Так, вонись. Один раз, знаете, как? Я вот так вот до ужина, у меня вот такой был порядок. До ужина я, как ужинать уже последнюю, я прежде, я поклоны земные положу, а потом же я кушаю. Один раз все получилось. Забыла. Замстение было. И пошла пауку покушала. А у меня пройдет поклоны земные. Ну и что? И стала я делать этим. Как я делала? А потом сам дух меня обличил. А поклон это делала, говорит, на растворяку, как лягушке. Вот так. Во как. После ужина какие поклоны. Вот я просто забыла. А так я всегда делала. Вот это же кушать. Я встану и поклончики положу земные. И все. Потом уже кушаю. А потом уже так, поясные. Положу и все. А это? Ты о поклонах слышал это? Нет? А зачем поклоны? А женщина, мать Иоанна Якова кланялась ему. Христос говорит, мы знаем, чему кланяемся. Кланяемся. У меня интересный случай был. Когда на обследовании было психиатрия, а там палаты открыты. Ну и уборщица. Я утром просыпаюсь, а у меня под подушкой там печенье, пряники. Уборщица приносит. Я говорю, вы зачем это делаете? Ого. Я заметила, вы делаете 40 земных поклонов. А мне мама говорила, кто делает земные поклоны, 40, того Бог слышит. А у меня больше тысячи еще таких поклонов. А там лежит один, говорит, а почему мне не даешь пряники? А счет тебя получу, кроме матерков, говорит. Поклоны ее сделали моим другом. А я даже и не знал. Она просто смотрела. Видела, а я же никого не вижу, молюсь. А ты не кладешь, она тебя верит. То есть когда девчонки были в колхозе, а была война, да. А когда война окончилась, отец пришел живой все нормально. А у нас такой порядок, все и так такое. Все, весь колхоз, все готовят, за стол все садятся, покушали. И этот, скажем, Давид, который с фронта пришел, не рамен и ничего. А дочка сидит и говорит. Вот это я слышала в детстве еще у нас, говорю. Как, говорит, я ведь не пойму. На фронте был, пули летят, от меня пули отлетают. Рядом, говорит, раненые, все. А вот за всю войну, сколько была война, и он не ранен, не ранен. А дочка сидит здесь и говорит. Папа, да я за тебя, говорит, каждый день триста поклон ложила. Ну так. Вот, пули отлетали от него. А дочка говорит, папа, вот тут я вот на этой, на хокотной беседе я вот тут услышала. Вы думаете, это что пули отлетали? Папа, а я, говорит, лица послонов, каждый день за тебя поприла. А ты думаешь, как это, пули отлетали? Как пуля отлетит, когда тело там мягкое? Да. А такие люди были. Вот когда Север и Юг Америки воевали, и там, говорит, у них был человек, он, говорит, прямо из окопа выспешит, вот так вот стоит, а из него-то стреляют где-то. Он, говорит, зайдет, вот так рубаху стряхнет, и пули все выпадают на пол. Пули, все, бьет в него, дашь, и они как будто бы бетон какой. Мы там все вот до того вот поражены были. Прямо, говорит, встанет, говорит, и его ни одна пули не берет. Это, как, заговоренное. Это Бог, кто-то молится. Один мне рассказывал, как вот войну была, Финлян, финская война-то. Это же такая проигранная война была. Носик. Мы, говорит, лыжники все, идем там, ну сколько там, 250 человек, ложиться спать, нашли поляну. А мне не спится никак, говорит. Я тогда решил подальше отойти, разговаривал, и там прилег. Прилег, пошел. Уснул сразу, а вообще снег. Я утром-то проснулся уже светло, встал, никого нигде нету. Вот это дело. Ушли, и вот они разбудили, его не знали. А потом подхожу, где был-то, гляжу, холм их небольшой. Я, говорит, снег тронул. Человек лежит. А это финны ночью пришли, они вот так, говорит, человеку рот нажимают, а кинжал вот сюда вот, и прям до сердца. Вот сюда вот втыкают. Всех вырезали, он один остался. Всех. А чего, говорит, то, что у меня дома мама, говорит, она постоянно молилась, она меня вымолила. Я отошел от них, я бы тоже тут лежал. Я с ним разговаривал. Понял? Вот поклоны. Вот когда не хочется, дали тебе, не хочется, ты рвали сам себя, возьми, а потом, ты как отрицатель, пьянка призвесит тебя, как чужая себе, тебе-таки, из-за того, из-за того, из-за того, из-за того. А сначала, чего его делать, а вот борьба, он нападает. А ты знаешь, что отче наш считает? А все разнимают. Ну, я бы не виделись. Хотите? Вы наше надеете? Хотите? Ну, наши попробуйте, да? Наши. Ну, я ваше. Во имя Троицы возьму. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Вы хотите? Да, может, миленький, вот. А там, в Марию, сколько надо набрать, будет, Даша? Ну, вашу сладость, я набрал. А наша, не сладость. Пускай эта беседа будет у Бога обрешена. А ты смотри, какие у нас надписи. Если угодно Богу, пускай будет беседа у Христового Духа. А ты глазами поведи туда, видишь, какое изображение распятки? А вот в углу. Господь, позволь, не знаю, откуда появилась она. Слини Божьи, помимо нас. Да. Ирина Божьевна, а вот интересно, уже все, мы не увидимся больше, да? Нет, мы больше не приедем. Нет? Нет, мы не приедем больше. Мне не приехать больше, у нее ничего нет. А? У нее нет ничего, ни рубля. И когда поехала сюда, а я в интернете, написала на ней, и в это время из Испании, это за Германией, там дальше Испания, одна Ирма сбать, она сразу выслала ей двадцать пять тысячек. А доехала на Москву, там нашелся человек, сразу за нее заплатил, сюда приехала. Чуды Божьи просто. Ну, когда она Богу стремится от откуда, она всегда слышит, что мы всегда даже из края от откуда у тебя-то. Нет, все, слава Богу. Поэтому она у нее что-то тут вот стоит. Вот я ее вот не вижу. и ту Марину. Вот та Марина, да. А какое на искушение та не шла Марина. Она не могла даже молиться, у нее язык прилип. Горта не прилип. А? Горта не прилип. Прилип, да. Все, она не могла долго вот, а потом вот это, вот. Я бы тебе сейчас скажу, опять, если, да посолкай, сожги, не надо. Написано пером, не вырубишь топором. Не надо ничего сжигать. Когда я читаю, у меня у тебя тоже у нас посолки. Это я вот даю тебе. Я вот ее, у меня так, одна статейка там, там, это просто, я не знаю, я каждый день эту же ее читаю, эту статейку. Там, поэту, по письминке читаю, а это вот, это вот я, это, как там ум, она дает, матерь Божья, как она все это, все это, мне все это не надо. А потом уж она говорит, еле, еле, я вошла бы в колею. А вот она хотела сюда, почему? Я бы, я даже, вот, ее взяла бы, даже ей все подписало бы. Могой бы, Володя отошел бы, и она, а это еще бы ей был. Володя бы даже второй этаж отстроил бы, ну да ушел, а мы бы здесь были. Она с одной рукой, но до того сильна. А я ее видела во сне, мне до этого, Марина, Марина, какая Марина? А вот она, Марина, приехала. И она говорит, ты у меня тут, и она у меня тут. Вот надо ей еще написать, А, ну, только она не разведена с мужем. Да. Ой, вот, вот, это, судороги в руках. Млеет, да? Млеет. Оно не млеет, а тянут судороги. Тянут. У меня сердечко очень слабенькое. Да. Она уже, она уже не вырабатывает, вот это, и начинает уже ноги пухнуть. Да. Притесали, это, таблетки, а я боюсь их, я почитала, там, там, будут судороги, да, они мне еще, а судороги, если я вот так подержала, мне уже судороги, мне нужно так, вселенной движимости надо быть, вот как, золотой крови, что ли, наверное, вот, и я вот вселенной движимости, вот не могу, пойду в огород, хоть, я как пойду в огород, так найду себе болячку, так найду болячку, ну, слава Богу, приду, я помажу туда, а ну, все, через неделю, все, опять ничего не жут, вот, и прям, Божий, грома, слава Богу, она, это малья Егоровна, когда она здесь была, еще поменил, вот, по-два, саду твоим, однажды, пришла я к ней, ее дома нету, я заходила в огороду, и нашла ее, грядка, она на брюхе, лежит, и в поле, малья Егоровна, ты поняла, нет, малья Егоровна, скажи, а к кому говоришь, так, малья Егоровна, а к твоей маме, малья Егоровна, малья Егоровна, да, она, она мне, знаешь, что говорила, когда мы сюда думали, она говорит, куда ты лезешь, потеряевка старых не любит, вот ее слова, куда ты лезешь, я говорю, Мария Егоровна, я не хочу эту потеряевку, ну, Дима, это, не Дима, а Маренька, возьми да напиши, Володя, когда у этого уже, батюшку, вышел, она, Анюшина, знаешь, он дом пустой, а Маренька пишет, Володя, остраивай, говорит, покупай дом, и остраивай второй этаж, мы приедем, я так, обрадовуюсь, за Диму, Дима приедет, поэтому я влезу сюда, так бы я не влезу, потеряевку, нет, я в Корчуне жила, я и в Тименцево ездила, в Мамонтово ездила, а там был монах, ну, тогда еще я была, еще в силах, да, и этот монах, видя, что я все время, а Дим просили, у них не было просвещения, как еду, так просили везу, в Тименце еду, Дим везу, тоже нету, и это, и вот он мне, однажды говорит, переходи, дочь, ко мне сюда, а у них там кели, женские кели, это мужские, выбираем, будет келью, вот, а кто будет, один у нас с тобой, как дети, себя не буду брать, повел меня, это, второй этаж, там все удобно, все хорошо, ладно, и вот, через день-два, Тименцу присылает письмо, одно и то же, тоже, у него, у него больная, это, проследня, он тоже пишет, мы сейчас отстраиваем, это, проследню, а проследню тебе комнатку сделаем, приезжай, пожалуйста, а у меня комната свободная, сон тоже будет один, копейки себя не буду брать, или, с писами какая-то, я взяла, да, это письмо, Володя отдала, Володя почитал, и говорит, нет, мам, Тименцу нет, мам, он говорит, иди, я езжу туда, говорит, мне там надо, и тебя попроведую, и вот, знаете, вот, я тогда, взяла, и стала просить, Господа Бога, помолилась, и говорю, открой, Господи, куда мне, я говорю, это, пойти, ага, потеряю, тоже текла, вот, принципе, вам текла, и потеряю, текла, и что я вижу, иду я по прямой дороге, и шла, и шла, и вдруг, перекрестка, и туда дорога, и сюда дорога, это, понимаете? Ну, да, в сказке, выбери, куда прямо пойдешь, богатый будешь, налево пойдешь, голову сложишь, и я встала в тупик, то по прямой дороге, а сейчас, в лево и вправо, вот, и что, как это дело, вот, выбирай, вот, прям, черква в пеку, и вот эти дорожки, да, но я стояла, стояла, думаю, дай я у мамонтова, и ногу поднимаю, только, а вижу, потеряю, батюшкин дом вижу, и возле батюшкина дома, небольшая, это, стоя, кусочек, людей, ага, а когда я подняла, ногу, мамонтова, они, как на распек, вот, слушай, какой распек пели, оно на всех у меня, это вот, и я слышу, потеряю, что запела, идущий, идет, ищет, путь, а путь, ты, ты, нас, не обводи, ты, нас, вот, когда попала сюда, вот, Богу угодно, я не хочу, но говорю, да, будь твоя святая воля, значит, Богу угодно, не обводи, вот какой сон, и вот такой меропед, потеряю, капелая, идущий, идет путь, а путь, ты у нас, не обводи, ты нас, вот так, питание, ты можешь, когда состаришься, вот такой будешь, хотя ты не состаришься, вот, рассказать, вот такой опыт, начинаем, всегда надеемся на Бога, надеемся, ничего сами делай, никакие мысли, мысли тебе, что так, сказано, не каждому мыслю верь, возьми Евангель, да и проверь, встань, но только, как Господь говорит, да поверь, это будет вам, с какой ты верой берешь, Евангель, если ты берешь с верой, а Господь тебя откроет, даже если он открыл, тебя открывает, а твои мысли не сбываются, оставь, как Евангель сказал, а свои мысли выброси, вот ему это трудно, он мудрствует, когда, мудрствует, так это, как попало, ему что скажешь делать, ну понятно, он начинает что-то по-своему, иди делай, да не думать не надо, сказали, где отнеси ведро, да простое дело, он начинает мудрствовать. Молитвы нету. Нет молитвы. Ты поняла? Молитву Богу не принято, а ты связь возьми. Вот я тут говорю, как вот на асерах, на то иисусе, и Бору помил, значит, а как? А это пища, а я там живу. Это пища, вот в другом раз, вот если я отпущу, то смотри, или что-нибудь, он что-то искушает, то думаешь, он меня искушает, ты больше, больше пугу, а он на тебя лезет, и до того уже, ослабну, с огорода приду, ну, что, лезь, опять, ну, думай, мысли, мысли, ляг, полежать, подойду, в постели, а мысли другие, что тут это надо сделать, хе-хе-хе, понимаешь, вот этот же ангел, перебармает уже его, а ну, вот это, я тогда раз, и забыл уже это, что на постель ложиться, пошла, что сделала, а ну, и усталость, а сама, начинаю, Иисусу молитву, как плагену, а у него, Иисуса молитва, «Да куда оно, где сила-то, а в небо сир, только совершается сила Божия, а он не в здоровых, Господь, а он в силе, а он со мной, потому что я связь с Богом делаю, а Господь всегда тебе помогает». Связь с Богом, люди не понимают это, я говорю, ты делаешь, а Богу угодно, а кто его знает, но ты свидетельство сердцем, ты неужели не чувствуешь, ты связь с Богом ты не имеешь, и поэтому у тебя все налево, направо, дорожки-то нет прямой, то у тебя следы, там вот так. А Господь говорит, я вам дал внутренность, тут земля, вот, тебе нужно обрабатывать, эту землю, надо ее полить, с глазки, водичку взять. Вот, когда будешь землю обрабатывать внутри, а Господь сказал, чувствуй свою внутренность, а внутри вот эта земля, вот ее подпуши, попали ее, полей ее, с глазки, чтобы слезки тебе пошли, поли, вот эти мы, вот оно, где огородик-то, у нас огород, с глазки и храбу внутри, он откроется, все. Ты куда борешься, мужчина считает, бывает, что? Убери, лену свою, убери, 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 ты не хочешь, а ты сделай, нет, надо, 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 не хочу пойти туда, нет, пойду, пойду, вот оно будет, плоды будут в душе, одеяльно душа будет. Так, Марина, собирайся, до дома проводите. Одну не отпустим. Мы тебя одну не отпустим, они до дома тебя проводят. Не надо. Проводят? А, ну она? Это послушание такое, послушание. А, раз ты ей говоришь, проводи? Да, проводи. Да, все, ну, слава Богу. Давайте поблагодарим его. Давайте. Слава Богу, что я ребенок. Создавами Господи, помилуй меня. Бесчеставец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Благодарим тебя за посещение с сестрой этого места, за наставление. Помоги нам все слышно исполнить с благодарностью тебе. Господи, устрои нашу жизнь по воле Твоей, святой. Да бы Дух Святой говорил нам, а вы слушали и исполняли. Этого болящего Валерия, Господи, найди, обрати. И если угодно, воле Твоей, святой, пошли мы исцеление. И новопрессал, мирового Анастасия, упокой в обителях небесных. Тебе слава за все, отец, и святой дух. Аминь. Аминь. Все, с Богом. Я ушел. Я его, я его, я его, я его, не буду. Не нужно, надо мокрый размять. А, ну да, я его. Ну, надо, спокойно вам, спасибо, Господи, Матерь, Бога. Спасибо, Господи, День, Братай. Будете, будете, Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok